Добро пожаловать на канал HardResetInfo, друзья! Это, как я уже говорил, превосходный ультрабюджетный смартфон TCL10SE. Сейчас посмотрим, насколько он готов к физическим нагрузкам, скажем так, к нагрузкам производительности. Сейчас мы с вами поиграем в очень производительную игру под названием NBA Live. Сейчас мы с вами все-таки поиграем и посмотрим, что у нас по FPS. Видимо, у нас здесь в квадратике фреймрейт показывает, то есть 46 сейчас, видите, немножко проседает 60, но все время показывает нам наш фреймрейт. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас здесь с производительностью. Итак, видим, что у нас что-то начинает падать время от времени. Начинаем играть, 50 FPS. Расслабься, говорит нам. Можешь нажать кнопку затраты чего-то там. Давайте с вами все-таки посмотрим. Итак, вот наш Александр. Так, я что-то забыл правила баскетбола, походу. Давайте начинаем играть. Нам забили гол, но это на самом деле не страшно, потому что мы, по сути, смотрим на FPS, а не на то, кто нам забивает. И у нас FPS не просаживается ниже 40. Это на самом деле очень хорошо. Хоть меня немножко и тревожит то, что время от времени у нас все-таки FPS гораздо, ну, как гораздо, короче, весьма нормально так падает. Это меня заботит, если честно, очень сильно, потому что иногда, допустим, если в шутер играть, какой-то стенд-офф, если FPS просядет, тогда, конечно, это может быть проблемой, по той самой причине, что добьем, эх, промазали, шух, попали. По той самой причине, что если мы играем в шутер, и у нас с 50 до 40 падает, это может быть проблемой, потому что это резкая слишком просадка. Если вы двигаете, например, при целом, там какая-то травичка была в кадре, тогда это может быть действительно проблематично. Но, в принципе, в общем-то, все должно быть хорошо, потому что это не 30 FPS, это просадка не с 30 до 20, это просадка не с 30 до 15, а с 50 до 40, даже иногда с 50 с копейками до 40, а это, как мы понимаем, неплохо совершенно. Вот мы опять забиваем, у нас какие-то ультра-крутые игроки в начале игры попались. Либо же ультра-слабые соперники. Ну, посмотрим, все-таки не важно. А то, с каким мы играем, непонятно, это первый матч. Давай, 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 бах. Дальний не забили. Эх, трех очков у нас, походу, вообще не будет. Ну же, ну же, ну же. Нет, нам забили данк. Совсем различился играть в эту игру, а раньше была моя любимая. В общем-то, как вы понимаете, телефон справляется с игрой прекрасно. Но, послушайте, это как бы игра NBA Live, не знаю, как хотите так называйте, она достаточно производительная. То есть, она очень сильно греет мой телефон. У меня телефон Huawei Mate 20 Pro. И, в принципе, он справляется, телефон справляется гораздо лучше, чем мой. Просто раза в два. И это очень странно, потому что у меня процессоры лучше раза в три. Но, не важно. Ой, последние секунды я, походу, продул. Печаль. А, нет, это не было последней секунды. Ну, а нам сейчас забьют. И все. Мы продули. Причем продули очень жестко. А до скольки мы вообще играем? А, до 11. О, нет. Это, вот это у нас на самом деле плохо. Трех очкового не было. И 9. Если они сейчас забьют, то нам хана. Давайте посмотрим, хана нам или не хана. Надеюсь, что мы закончим все-таки на приятной ноте. Нет, мы на приятной ноте, к сожалению, не закончим. Поэтому прощаемся с вами на плохой, печальной ноте. Но, с одной стороны, печальной, с другой стороны, великолепной. Телефон за 20 тысяч рублей великолепно потянул NBA Live. Тяжелую очень игру. И можно ли это назвать плохой нотой? Я не уверен. Я думаю, что это даже весьма хорошая нота. Я просто не понимаю вообще фишку этого телефона. Почему он такой дешевый? Ну да, камеры здесь, мы уже провели тест камеры. И определили, что камеры здесь не очень. Но фронталка весьма-весьма нормальная. Что вообще с этим телефоном не так? Почему он такой дешевый? Ну, конечно же, Brawl Stars вообще не будет проверкой для этого телефона после NBA Live. Даже Call of Duty Mobile она будет лучше идти даже. Потому что Call of Duty Mobile гораздо проще. Ну, у нас будет только проверка PUBG. Я думаю, это единственный соперник этого телефона, который сможет, наверное, хоть как-то подбить FPS. И то я на 100% не уверен. Что ж, я думаю, что вполне себе возможно, что FPS этого телефона убьет наша с вами любимая игра Injustice 2. Но что-то я очень сильно в этом начинаю сомневаться. Потому что, вы смотрите, во время загрузки PUBG Mobile он выдает 50 FPS. А это, извините, пожалуйста, результат. Он не просаживается даже до 30. Это действительно интересно. И становится все интереснее и интереснее. Давайте с вами зайдем куда-либо. Но для начала проверим настройки графики. Итак, заходим в настройки. Графика. Я вижу, что у нас немножечко все подлагивает. И минималка. У нас графика выставлена на минималку. Максимум, кстати, на этом телефоне, как вы видите, недоступно. Говорит, что этот режим скоро будет доступен на вашем устройстве. Ага, даже высокий. Короче, только баланс там доступен. И фреймрейт низкий. Вернее, средний. Это все, что мы пока что можем выжать с настройки самого PUBG. Потому что PUBG еще просто не адаптировался. Хоть это китайская игра. Почему она не может быть адаптирована под китайскую прошивку? Вернее, под китайский телефон. Вообще непонятно. Но хорошо, неважно. Давайте попробуем начать игру. Вот, идет начало матча. Идет проверка. Идет проверка. Я сравнивал этот телефон рядом, прямо вот с Redmi 9. Он его уделывает. Это невероятно странно. У него процессор Mediatek P20. Ребят, P20 Mediatek. Он абсолютно полностью уделал телефон на процессоре... Кстати, я забыл какой там телефон. Там Snapdragon 600 вроде бы. Кстати, забыл. Абсолютно забыл. Либо же там тоже MTK. Сейчас так сходу не скажу, потому что это не обзор с характеристиками. Это просто видео на ходу. Итак, что у нас тут? У нас здесь дальше 50 фпс. Ну, просадки видны. Просадки, конечно же, видны. Но настройки минимальные. Поэтому, в принципе, верить в это не составляет никакой трудности. Потому что реально на минимальных настройках, на что мы вообще могли надеяться, если он в NBA Live на высоких, ну, потому что он только такие имеются, играл на полную. Поэтому, что тут можно сказать? Ладно, видим, что у нас все... Кстати, вот знаете, что бы я сказал по личному ощущению? Что здесь 50 фпс? Нет, вот 30 есть стопудово. Тут без сомнения. Но 50 все равно что-то не хватает. Мне кажется, что этот счетчик немножечко привирает. На Android 10 обычно есть счетчик фпс встроенную в систему. Но здесь, именно конкретно на этом телефоне, его нет. Потому что он выпилен из настройок разработчика. По удивительной причине, наверное, чтобы просто мы не смогли с вами проверить истинный фреймрейт. Но, знаете, все-таки он стабильный. Так или иначе, он стабильный. А это PUBG Mobile самая нестабильная игра на свете, с самыми нестабильными настройками на свете. Когда у него самые мощные телефоны лагают просто люто. Этот телефон же, ну, конечно же, на минималках, ну, можно сказать, на балансе. Баланс это практически минималки. Поставите на это. Г, что у нас под ногами не прогруженное. Но это все из-за настроек графики. То есть, это не из-за того, что телефон не справляется. Это из-за настроек графики, которые выставлены. Просто игра пока что не поддерживает. К сожалению, блин, сколько они зарабатывают на своих батл пассах. И не могут поддерживать телефон. Ну, что же за вред. Ну, все, они не нажрутся. Нет, ребят, в принципе, игра реально справляется стабильно. То есть, учитывая то, что PUBG просто не поддерживает высокий фреймрейт. Сам фреймрейт хороший. То есть, для самого телефона это отличный фреймрейт. Просто PUBG его не поддерживает особо до конца. То есть, то, что он говорит, в это можно поверить. Особенно вот учитывая то, что когда мы что-то там делаем, он начинает просаживаться. То есть, в принципе, я думаю, что это правда. Ну, на этом буду с вами прощаться, скорее всего. Спасибо большое за просмотр этого видео. Это был самый странный телефон по соотношению цена и качества. Потому что он нереально крут для своей цены. Хоть и не супер хороший сам по себе телефон. То есть, он действительно не из самых быстрых. Но он из реально неплохого решения. За 20 тысяч. Его даже дешевле можно купить. Мне он вообще достался за 15. Но он был с магазина БУ. То есть, его вернули в магазин. И продали как БУшный. Хоть он был и новый. То есть, мне он достался за 15. За 15 это, конечно же, вообще подарок судьбы. Ну, что ж. Я надеюсь, что вы смотрите меня с этого телефона. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях. Предостерегаете ли вы от покупки этого устройства других пользователей. Либо же наоборот. Желаетесь, чтобы кто-то его купил. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Кстати, комментарий каждого из вас учитывается. И мы снимаем видео на заказ по вашим комментариям. Именно поэтому у нас миллиард видео на канале. Сколько мы год всего существуем. У нас уже больше 10 тысяч видео на канале. Представьте только. Это все благодаря вам. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки. Подписчиков мы слушаем. Выслушиваем. До скорых встреч. Пока.